К активному обсуждению всех этих выступлений, то есть готовьте, пожалуйста, свои вопросы, готовьте свои проблемы и, конечно же, приглашение по их реализации, то есть по решению проблемы, ответу вопроса. Следующая тема у нас отчетность, гарантирующая положительное решение по получению кредита. Нюансы, на которые необходимо обратить внимание при подаче заявки на кредит. Слово предоставляется глухого и розовиного уни. Здравствуйте, уважаемые участники «Круглого стола». У меня до утра заменуло, но я уже почти 27 лет работаю в банке, руковожу подразделением, которое финансирует проекты малого и среднего бизнеса, помогает реализовать их смелые идеи. Однако хочу отметить, что времена меняются, меняется экономика, технологии, людей, взаимоотношения, бизнесе. Раньше мы могли без большого опасения выдавать кредит под голову товаров в обороте, потому что у предпринимателей не было еще накопленного состава. В настоящее время вчерашний добросовестный партнер, иногда и по независимым от него причинам, может оказаться довольно быстро неплатежеспособным. Стало много рисков, которых раньше просто не было. Поэтому банки становятся более требовательными к учету всех финансовых обязательных операций, отчетности и залогу. Хочу подчеркнуть, что если существенные доли расчета в бизнесе приходятся на наличные, то руководителю необходимо просто наладить первичный учет движения денег. Сколько их пришло в месяц и сколько на годе их за и ушло. Если такой учет плохо отлажен, то писать заключение по заявкам очень сложно. Уходит очень много времени, что весьма непрогутчиво. В веке с начала цифровой экономики уже не нужно хранить данные на бумаге. Информацию нам можно предоставлять в электронных файлах. В файлах работаем с зонами. Договора с основными контрагентами нам нужны, чтобы посмотреть, каковы сроки и порядок расчетов. Не нарушаются ли они. Баланс мы запрашиваем для того, чтобы прежде всего определить величину собственного капитала в предприятии в бизнесе. Многие компании не учитывают основные средства здания, машины и оборудования на балансе компании. Активы оформлены зачастую на физических лиц. И это нормально. И это нормально. Но нам нужна информация об этих активах. В противном случае сложно определить лимит презентования. А он, как правило, определяется величиной собственных денег клиента в бизнесе. Банк не может рисковать больше, чем сам клиент. Если предприятие применяет упрощенную систему налогоглажения, то мы часто слышим от бухгалтеров, что налоговое не предъявляет в нем требования сдавать баланс, и они не обязаны его делать. Но в этом случае мы можем сами его составить на основе документов, которые подтверждают наличие используемого в бизнесе имущества. Это документы на машины и оборудование в офисе склады. Информацию о долгах мы запрашиваем в Национальное бюро кредитных историй. Остальные цифры всплывают, как правило, по ходу рассмотрения финансовых документов. Конечно же, основным документом анализ является отчетный финансовый результат, это вторая форма баланса. Смотрим период не менее одного года, так как нам необходимо выявить сезонность работы предприятия. Это нужно, чтобы составить комфортный для погашения границ платежей. Возможно, вам нужно предоставить отсрочку или снизить накручку на определенный обрезок времени, чтобы не было финансового разрыва. Все это просчитывается. Повторюсь, что скорость принятия решения банком во многом зависит от того, в каком порядке находится учет на предприятии. Если целью получения кредита является инвестиционный проект, то наличие расчетов и его реализации обязательное. Срок кредита определяется, как правило, сроком окупаемости этого проекта. Если эти расчеты вызывают затруднения, мы сможем вам в этом помочь. Практически всегда расчеты проектов мы делаем совместно с клиентами. Потому что многие моменты упускаются и не из вида. Очень важно понимать, куда, в каком объеме и кому будет налажен быть продукции. Как будут покрываться финансовые разрывы при задержке оплаты покупателей. Розумина, спасибо большое. Я думаю, все заслушались ваше выступление. И, наверное, конкретные вопросы будут уже чуть похоже. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, переходим к обсуждению. Переходим к обсуждению представленных тем. И спасибо спикерам за подробную информацию о формах государственной поддержки. И, уважаемые участники, когда вы будете озвучивать проблему, конечно, приветствуется ваше предложение. А сейчас я хотела бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, кто... Поднимите, пожалуйста, руку те, кто получил хотя бы одну меру государственной поддержки. Поднимите, пожалуйста, руку. Так, мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек и ста. Где-то так. Но, в принципе, показатель неплохой. Если учесть, что в России, в целом по России, только два процента малого бизнеса и три процента индивидуальных предпринимателей получили государственную поддержку. А в чем же причина? Почему государственная поддержка, которые... Меры государственной поддержки, они настолько... Их много, и они недоступны для нашего малого бизнеса. Вот как раз-то сегодня я хотела бы с вами обсудить эти причины и подумать, как же процент тех людей, которые получат государственную поддержку, стало не два, три процента, а девяносто восемь, девяносто семь. И, конечно же, уважаемые предприниматели, я хотела бы тех, кто получил государственную поддержку, рассказать этот путь. То есть, какие вопросы возникали при получении, как эти вопросы решались, как все-таки стало доступно это финансирование. Олег Владимирович, по-моему, у вас есть яркий пример получения государственной поддержки. Хотелось бы вас услышать. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Короченко Олег. Я руководитель компании «Кари». Группа компании. У нас есть аккумуляторный завод, ремонтный завод, завод по утилизации. И, как мне Батюгарин сказал, да, мы очень много всех видов поддержки получили на всех предприятиях. Сразу хочу отметить, что не во всех регионах страны происходит так, как происходит у нас в республике. С кем бы я ни встречался, ни разговаривал, все говорят, это вообще невозможно, это просто проблема, это тушите свет. И у нас, в принципе, в регионе это возможно. С руководством нашей республики, с нашими министерствами, с подходом, возможно, протолкнуть очень тяжело, сложно, но возможно. Когда мы начали строить в свободно-экономической зоне завод аккумуляторный, первым, конечно, отликнулся бывший министр экономики Сдунов Артем Алексеевич и своей командой. Они подхватили проект, мы быстро прошли все станции экспертной оценки, потом поддержал и Рулина Розинат Саматович, и, в принципе, нас вынесли на рассмотрение республики и поддержали. После того, как президент сказал свое слово о поддержке, конечно, потом все инструменты, все республиканские включились. И гарантийный фонд республиканский нас поддержал. После этого мы вместе с министром поехали в Москву в фонд МСП, там фонд корпорации развития, да, там было, конечно, тоже очень сложно. Президент сам звонил, в том числе и по нашему проекту. Я хочу сказать не то, что именно из-за меня, он реально сам, президент, занимается поддержкой всех интересных проектов и значимых проектов для республики. Но получилось так, что был 2014-2015 год, как раз когда произошел оплал доллара, когда доллар подорожал, и у нас вообще весь проект был по рискам того, что он не воплотится. Но благодаря Адбасбанку у нас все получилось, Адбасбанк нас тоже поверил, мы все это сделали быстро, и мы получили главную поддержку, поддержку по субсидированию процентной ставки. Тогда нас поддержала МСП, гарантийный фонд, это все вместе, и мы получили первую поддержку, поддержку по субсидированию процентной ставки. Чтобы ее получить, мы прошли, конечно, огромные круги всего-всего. И потом, чтобы защитить эту процентную ставку, нам пришлось ее защищать. Мы ее так каждую гвардную защищаем, защищаем, защищаем. И это все порождает дополнительные проблемы. Есть люди, которые не просто так в министерстве в Москве сидят, которые привлекают дополнительные какие-то финансовые инструменты, чтобы мы не воспользовались платными, чтобы за это заплатили, за каждую защиту. Это как один из барьеров. Дальше мы получали поддержку от Резингран Республики. Это вообще замечательный инструмент для МСП, для закупки оборудования через Лезингран в поддержке 50 на 50. Мы получали поддержку от Иннокамо, это обучение кадров. На маркетинговые исследования от СКР тоже получали. Компенсация части дотрат на экспортные поставки. Очень интересная программа. Столько много получено? Нет, в общем, да, нами получена очень огромная сумма. И сейчас в проработке стоит тоже много проектов, которые почти 380 миллионов. Это поддержка по третьему постановлению. Она в том году, целый год мы вместе с нашим Министерством экономики готовили документы, ездили по всей стране. И опять поддержание нашего аккумуляторного проекта по расширению, по введению новых технологий. Нас все поддержали, Министерство развития, Орешкин, все сделали. Но потом в итоге весь проект передали по другому вице-примеру. И получилось так, что все, что мы делали целый год, не только наш один проект. Было проект, ну, наверное, там, я не знаю, более 100 по всей России. Все ездили целый год, вот эти 100 проектов защищали. В Москве, в Нижний Новгород мы ездили, в Ростов-на-Дону. И потом поменяли по вице-примеру, и все проекты остановились. Зачем? Вся страна готовила, готовила. И после этого все остановилось. Но есть плюсы. Раньше нам для того, чтобы получить это субсидирование процентной ставки, нам нужно было защищать во всех инстанциях министерств. Сейчас делали все, упростили. Как сказали мои коллеги, сейчас все работает через одно окно, через банк. Субсидируется полностью процентная ставка. И уже мы, предприниматели, получаем субсидированный процент. Там от 3 до 6 вроде бы. Сейчас мы получаем напрямую субсидии на покупку оборудования, техники, сельхоз, машины. Тоже напрямую у банков и у лизинговых компаний. Но это все опять же приводит к тому, что многие лизинговые компании, многие банки видят в том, что предприниматель как бы то зарабатывает, то экономит лишние деньги, и они пытаются нам навязать дополнительные какие-то услуги, дополнительные оценки, дополнительные какие-то финансовые инструменты, за которые мы должны получить. И если министерство какое-то декларирует, что есть помощь и поддержка какого-то проекта, то и говорим там процент 6%, то приходишь в банк, там уже плюс 2%, плюс 3% дополнительные средства нужно будет заплатить. Это как бы это реально, и коллеги из финансовых институтов во многих ваших учреждениях есть такое, что дополнительно ко всем проектам ваши банки, ваши лизинговые компании выставляют нам дополнительные платежи. Но это уже стало гораздо легче, нежели отчитываться по всем министерствам. Ну вот, в принципе, как бы, все, что я хотел сказать по своему проекту. Хотелось бы, конечно, чтобы наши лизинговые компании и наши банки, чтобы они на этом старались не зарабатывать. Не зарабатывать на нашей экономике. Спасибо. Спасибо большое. Банки, конечно, дадут ответки попозже, да. А пока мы давайте все-таки предприниматели послушаем, спикеры уже говорили. Так, уважаемые предприниматели, задавайте все вопросы ваши, которые интересуют вас. Давайте высказывайте свои проблемы и как мы будем решать эти проблемы. Есть вопросы? Есть, есть проблемы. Пожалуйста, конечно, пожалуйста. Обращайтесь. А, есть еще дорогие. Я, как бы, некоторая реплика. Я с недавних пор стал конфликтировать бизнесменов. И откуда в молодом поколении катастрофическая убежденность, налоги, души? Просто, вот, причем категорически абсолютно нет понимания, а сколько же вот это душит. То есть, вот приходишь, говоришь, ну давай посчитаем, вот сколько душит. Вот сделаем все по-правильному. Добавка в цене 2-3 процента. Спрашивают, у тебя эти 2-3 процента, это что, смертельно все, вот, то есть и добавишь, и закроешь, нет, я 10 могу добавить. То есть, здесь идет какая-то недоработка, с моей точки зрения, государства, я не знаю, телевидения, еще чего-то. То есть, миф, который неизвестно, откуда вообще взялся. Налоги, души. И все, исходя из этого налога, как я понял, да, дальше начинаются серые, черные, там, всякие схемы. И невозможность подать на ту же самую поддержку, на какую-то помощь, на их... И самое главное, себя в кабалу, поскольку такую бухгалтерию, ее нельзя поручить никому, человеку. Вот, подожди, нет. То есть, это вообще-то большая, вообще-то общая проблема, мне кажется. И она носит, ну, именно какой-то такой идеологический характер, потому что это явление повсеместно. Потому что с определенного времени, вот я помню, как становился бизнес, мне показалось, что где-то в начале двухтысячных эта тема просто исчезла. Все стали работать в белых. И почему опять так? Непонятно. Спасибо большое. В общем, это больше, наверное, комментариев, чем вопрос. И я с вами 100% согласна. И остальные, я думаю, согласны. То, что есть непрозрачность бизнеса, это как раз-то, наверное, все-таки объясняется несовершенной налоговой политикой. Поэтому есть и заработная плата в конвертах. Поэтому есть два дня отчетных, которые, кстати, банки смотрят. Они не только официально отчетных смотрят, уже управленческого. И я думаю, что на пленарном заседании у нас будет депутат Государственной Думы. И этот вопрос еще раз, как именно все это надо поднимать. Надо снижать налоговое время. Если ЕСН снижать до определенного уровня, если НДС, опять-таки, только поняли, если снижать не получилось. Если же налог на прибыль, тогда будет единая отчетность. И будет официальная белая заработная плата. И тогда предпринимателям легче будет обращаться. Что финансовые учреждения, что микрокредитные организации. И тогда не будет отказов. Эта проблема есть, и ее надо поднимать на каждом таком мероприятии. Спасибо. Здравствуйте. Куган Евгений, компания Кора и комитет по развитию института и спортиву, потому что строительного кластера. Я сначала про нашу компанию, про субсидии, по опыту. Мы получали много субсидий. Во-первых, мы в Кунде-Портнике два проекта провели. Это порядка 37 миллионов рублей. И лизинговая компания нам в этом году помогла на 6 миллионов рублей. Региональная лизинговая компания на 6 миллионов. Мы с гарантийным фондом очень много работаем. И сейчас готовим тоже проект к гарантийному фонду. Я вообще не вижу больших проблем, честно говоря, работы с ними. Но, естественно, во всех государственных учреждениях необходима отчетность и прозрачность. Так как мы, так смело, можно сказать, с 2000 года, наверное, работаем прозрачно, белую, то у меня не возникает вообще ни с одной из этих структур каких-либо проблем. Вообще просто в принципе нет проблем. Есть проблемы организационного плана, но это такие технические, как всегда. Там менеджер заболел, в отпуск ушел. Ну, это как в любом деле. Да, это ничего такого особенного нет. Поэтому я не вижу тут больших проблем, если компания работает прозрачно. Я могу сказать, что мы тоже много раз считали, выгодно или невыгодно работать прозрачно или непрозрачно. В серую я могу сказать, что, по моему-то мнению, какие-то небольшие выгоды работы в серую, ну, а уж не говорим про черную, они вообще перекрываются полностью тем, что живу спокойно. Вы знаете, я как минимум два раза уже два года пропускаю налоговую инспекцию. То есть даже не появляются. И я думаю, что это как раз в большей степени причина работы нашей компании. Это, ну, первое, я хочу сказать. Ну, так как я, как всегда, значит, про свое, про интеллектуальную собственность и нематериальные активы, я могу, я хочу вот такую информацию донести. Ну, я думаю, что здесь есть технологические компании, у которых есть либо патенты, либо есть ноу-хау, которые, ну, они оформили. Или есть решения, которые они просто не оформили. И, в общем-то, честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Так вот, начиная с 2018 года, государство очень хорошие проекты, в общем-то, ввела. Во-первых, 351-я статья, пункт 3.6. Вот, пожалуйста, Бухмунтеран. Обратите внимание, у кого есть патенты, или можете оформить полезную модель или ноу-хау, можете воспользоваться этой статьей. Она, правда, до конца этого года действует. Но сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы ее продлить до 2024 года. Это очень хорошее решение. Вот мы провели свои патенты, оценили на 148 миллионов рублей. Я могу сказать, в группе компаний мы сэкономили только по этому году налог на прибыль на 2,3 миллиона рублей. И, в общем-то, в принципе, ну, так как в среднем патент действует там около 10 лет, я думаю, что мы за 10 лет миллионов на 25 точно сэкономим по налогу на прибыль. Причем это совершенно законная и прозрачная система. Ни одна налоговая никаких претензий к этому не будет иметь. И мы, в общем-то, и не имеем. Это первое. Потом в мае месяце в постановлении 655 появилось правительство. Это по субсидированию.